Всем привет! Сегодня у нас 19 посылок из разных магазинов. Здесь и GearBest, и AliExpress, и JD, и по-моему eBay даже есть. Вот она посылочка. Посылки как маленькие, так и большие. Давайте мы сейчас все распакуем и потом посмотрим, что и как. Ну а если что-то будет интересное, вы пишите в комментариях, что бы вы хотели, и я сниму об этом предмете подробный ролик. Итак, давайте превью сделаем. То есть вот TV-бокс, о котором я говорил. Это стекло, это у нас свисточек, вот куртка, классная куртка с JD. Я купил больше размера, уже была у нас в обзорах, не подошла мне. Ну, сейчас более детально расскажу. Сумка для 13-дюймового MacBook. Костюм с GearBest теплый, вот. Ну и что еще интересно, то есть вот такие вот посылки, то есть кабельки. Вот, ну давайте подробно обо всем посмотрим. А, вот лопаты с JD, вот. И перчатки это с eBay, по-моему. Отложил все отдельно, и сейчас по одной вещи буду брать, и будем смотреть на нее. Вот это вот ножик сборной, с GearBest я его покупал. И я взял для сравнения, сравнить с ножиком из JD. Так, сейчас падают посылки. Вот, это из JD, это из GearBest. Давайте посмотрим. По-моему, они одинаковые. А нет, с GearBest выглядит, по-моему, сочнее и получше. Давайте, где тут открыть. Это с JD. На JD, по-моему, 99 центов. Да, смотрите. Сразу в глаза бросилось. Здесь на JD, вот здесь какие-то марки есть, карт шарп, и такой металл, видно, глянцевый более. И заточка, сразу видно, что она гладенькая, более гладенькая. Вот, в принципе, ну, они похожи. Вот, если вот так смотреть. Давайте с обратной стороны. Вот, ну, отличить можно тем, что здесь и вот есть надписи. Надписи наши гласят Iain Sinclair, что-то такое. Ладно, давайте попробуем его сложить. Складывается он туго. То есть, но здесь хуже он втыкается в вот эти вот дырочки. И вот, ну, сам норовит раскрыться. У JD такого не было такого. Давайте откроем, посмотрим. Один я уже подарил. Такой один остался у меня. Здесь все проще складывается. И пластик такой полегче. Но все защелкивается отлично. И здесь нету таких проблем. И лезвие здесь не ходит. Выглядит лучше, конечно. Да, такое все. Но по практике здесь, смотрите, уже начало трескаться. То есть, я думаю, эти штуки через пару использований, они отпадут. У этого здесь такого нету. Здесь специально, видите, закругленные углы сделаны. Вот. В общем, вот такие вот два ножа. Получается, с Gearbest ножик хуже по качеству, чем с JD. Хоть и выглядит красивее. Откладываем. Далее. Вот такая вот штучка с магазина TomTop. Очень прикольная. В шкатулочке. Давайте откроем, посмотрим, как ее открыть. Вот. Это мини-гармошка. Цепочка. Классная цепочка идет. И вот что-то у меня на руке осталось. Не знаю, от чего. Это блестящее что-то. Мини-гармошечка. Да? И давайте попробуем. Класс. Играет бомбовая мини-гармошка. Можно на шею повесить. Вот. Цепочка. Цепочка очень крутая. Такая. Ну, очень блестит. Под серебро сделано. Очень круто. Это на том топе я брал по какой-то акции. И ложится оно сюда. Получается, часть засовывается. И можно прямо в этой шкатулочке закрыть. Вот. И цепочка находится снаружи. Очень прикольная вещь. Сван. Ссылка будет в описании на подарок. И еще он играет. То есть, тут получается 4 ноты. Но он играет. И играет звонко. Хорошо. Мне очень нравится. Откладываем. Далее. Это из магазина Запалс. Обычный свисточек. Вот. Ну, давайте просто свистнем. Я не думал, что он придет уже. То есть, здесь несколько вещей. Давайте сразу я их возьму. Вот. Раз, два, три вещи. Это из магазина Запалс. Я уже думал, что они не дойдут. Шли они в общей сложности, наверное, около 90 дней. Я уже написал. Вот буквально пару дней назад. Где-то две недели назад. Нет, не 90 дней. Наверное, дней 70 они шли. Потому что я писал. Было по 58, по 57 дней в пути. Что, ребята, где они я писал продавцу. Ну, ответ от них пришел, не пришел. Вот. Тут, наверное, нет батареек, да? А, нет. Есть батарейка, но нету заглушки. Ну, давайте посмотрим все. Вот фонарик такой. Фонарик такой у нас уже был в обзорах. Из другого магазина покупал. Вот. Ультрафиолетик. И лазер. Был у нас уже такой. Ага, вот еще получается. Переключается выключение. Включаем ультрафиолетик. Подсветили денежку. Потом подсветили в подъезде. Вот, выключили. Все это выключается вот этой вот кнопочкой. И лазер включается. И нужно держать. То есть, лазерная указка. Классная штука. Откладываем. Покупал на запалсе. По распродаже. Свисточек пробуем. Свистит. Все отлично. Собак отпугивать или привлекать. Вот. Повесили на ключи. И чуть-чуть сразу свистим. Можно даже бандитов каких-то, гопников, если пристали. Можно начинать свистеть. Вот. Могут испугаться, если пристают. Последняя штука из магазина запалс. По-моему, должно что-то еще быть. Я неудобно открыл. То есть, она была полностью хорошо запакована. Но я, когда разрезал пакет, зацепил. Видите, немножко порвал пакетик. Это резиновая вот такая вот штука. Здесь вот такой небольшой кусочек брака. Вот. Мы его убрали. То есть, не обрезалось кусочек резинки. Вот. Полностью гнувшаяся в честь FIFA 2018. То есть, футбола. Вот такой вот брелочек на ключи. Очень прикольно выглядит. Тоже, сколько-то там центов стоит. Поэтому на память о футболе я себе взял. Откладываем. Далее. Далее давайте посмотрим два стекла. Из JD. Я покупал себе стекла на Redmi 3S. Родственникам. По-моему, себе для Mi 6 дополнительно взял. И кто-то у меня еще какое-то стекло просил. И вот я их получил. Не могу понять, какое из них какое. Итак, смотрим. Выпала жидкость. Я так понимаю, это для того, чтобы по краям телефона, если попал воздух, закапать. Чтобы этот воздух вышел. То есть, специальная жидкость. И я первый раз получаю такую со стеклами. Вот. Ну, логически понимаю, что это для этого. Вот такое вот небольшое стекло. И для какого оно телефона, тоже непонятно. В общем, будет ссылка и на то, и на то будет ссылка в описании. Вот. В корзине я там могу по фотографиям определить, для какого телефона это стекло было. Биазы. Биазы. Тут у нас салфеточки. Распаковывать пока не буду. Распакую перед поклейкой уже. Вот. Упаковка. Скорее всего, по размеру экрана, я так понимаю, что это для Redmi 3S. Стекло. Ну, в ссылках я уже более детально распишу. Так. Закрываем. Вот. Но на коробке нигде. Ну, то есть, может на китайском здесь написано, для какого это телефона. Но понять невозможно. То есть, для какого телефона нет информации. Проще, конечно, когда ты одно стекло заказал и одно ждешь. Я жду, наверное, штук 5 стекол. Откладываем это. И давайте посмотрим второе. Второе стекло. Это для Mi 6. Это сразу понятно, что где тут идет тряпочка. Две салфеточки влажные и сухая. Идет два стекла. Я заказывал. Два стекла заказывал, но их прислали в одной коробке, получается. Либо идет два. Я посылку добавлю. Вот. Или они два в комплекте идут. В общем, надо смотреть по ссылке. По-моему, наверное, два в комплекте. Еще должно идти стекло. Это стекла для... Ну, они обычные белые. Вот. А у меня сейчас стекло с такой фиолетовой расцветкой. Все. Когда телефон выключен, оно фиолетовое. И оно немного так убирает. Убирает все вот эти желтые подсветы. И я купил беленькое, на всякий случай. Но оно мне очень нравится, мое стекло. Правда, у него уже вот здесь трещина. Я уронил. И вот здесь вот трещина на том стекле. Но стекло очень классное. И когда выключен телефон, это видно. И все люди замечают. И говорят, вау, вау, вообще бомба. Что за стекло и так далее. Вот. Оно уже было у нас в других распаковках. Для Mi 6 стекло все хорошо. Комплектное. Все стекла целые. Это из магазина GT. Что это, что это из магазина JD. Откладываем. Далее. Далее у нас будут, посмотрим, два кабеля. Кабель вот такой вот Орико. Это из магазина JD. Я его уже брал. Мне очень нравится. И я взял еще один. Потому что мне нужен длинный кабелек. Как раз Type-C. Вот. И он зарекомендовал себя. Отличный кабель. Вот с... А, блин, я не тот кабель взял. В общем, купил для iPhone кабель. А мне нужен был Type-C. Получается, либо не досмотрел. Либо прислали что-то не то. Ну, я разберусь. Если прислали вместо Type-C, прислали айфоновский, я им дополнительно напишу. Вот. Мне нужен Type-C. Как раз был, но с вот такой вот угловой штукой. У меня есть. Уже был у нас в обзорах. Придется покупать еще один. Второй кабель. Это Old Shark. Из магазина Gearbest. Под 99 центов продавался. Это, по-моему, здесь 1,8 метра, наверное. Или сколько здесь. Не написано нигде. В общем, ну, длинный кабель. Это micro-USB Old Shark. Я уже брал. Он мне понравился. Хороший кабель. Вот. Micro-USB прямой. Но мне длинненький. Нужен был как раз. Я себе длинненький и приобрел. Вот. Ну, наверное, полтора метра он. Да, полтора метра. Далее. Далее у нас оригинал чарджер. Так. В общем, это зарядка. Оригинал зарядка. На один порт. Что у нас тут пишут? У нас Xiaomi Power Adapter. 5 вольт, 2 ампера. 2 амперовый. Типа оригинальный зарядник. У меня у родственника сломался. И от Xiaomi Mi 4C. И я ему купил. И правда, закупил один еще на запас. Беленький, красивый. Все отлично. Давайте попробуем сейчас подключить к какому-то телефону. И посмотрим, что он нам выдает. Взял кабель, о котором только что говорил. Type-C, Орика. Вот. Который я еще один заказал. А пришел для айфона. В общем, втыкаем и будем смотреть. Так, неправильно втыкаем. И будем смотреть, что он нам покажет. Ой. Смартфон заряжен на 47%. Давайте посмотрим. Пошла зарядка. И давайте смотреть, что он нам покажет. В общем, полтора ампера он дает. Вот. Полтора ампера он выдавал. Но у меня нету проверить нагрузки. Нету проверить, как он будет работать на 2 ампера. Но здесь написано, что это Original, Superior, Speed, Optimal Safety. То есть, с поддержкой Quick Charge. По-моему, с поддержкой Quick Charge. Ну, точно не помню. В общем, ну, типа Xiaomi. Вот здесь все. И маркировка Xiaomi. То есть, ну, как бы у меня подозрение, что это подделка нет. Но сделано вроде все качественно, красиво. Вот. То есть, вот такой вот адаптер. Но на коробке нету, что это Xiaomi. То есть, может какая-то OM-версия. Просто коробку сделали дополнительно на заказ. Вот. Ну, как-то так. Далее, давайте посмотрим, что это за Golf. Это магазин JD. Вот в таких коробочках что-то всегда высылает. Вот. Ага, это кошелек. Кошелек покупался для жены. Давайте посмотрим на него. Он постоянно есть по скидкам. То есть, 4, по-моему, с копейками стоит. Вот так вот выглядит. А, или это я себе покупал, а не жене. Вот отделы. Здесь у нас такая вот бумажечка. С какой-то информацией, китайской, ценник какой-то. Вот так. Так. Три, получается. Три для карточки. Один для, допустим, документа какого-то. И с обратной стороны молния. Ссылку я добавлю в описании. Вот такая вот сумочка подарочная, да, то есть пакет. Пакет, в который можно положить, то есть можно смело подарить этот кошелек, положить в пакет, ну, в коробку, в этот пакет. Вот, все брендировано и кому-нибудь подарить. Здесь у нас идет просто бумажечка. Пак 2,56 была цена. Вроде бы неплохой кошелек, очень классный и можно его на подарок пустить. Также я проверил по стеклам, уточнил. Для Mi 6 стекла 2 идет в одном лоте. То есть все правильно. Это стекло для Redmi 3S. Еще где-то идет стекло для Redmi 4X. Далее. Две лопатки. Лопатки около 5 долларов стоили. Покупал. Вот, давайте на них посмотрим. Я давно хотел подобную лопатку, для того, чтобы можно было положить в машине. Вот, было там один раз в снегу застрял или еще что-нибудь. Вот, для таких целей можно было бы взять такую лопатку. Она очень маленькая, то есть, вот ладошка моя. Вот. Компактная, слаживается. То есть мы ее вот так вот разлаживаем. Закручиваем. Убираем ее. Вот. И вот так можно сделать. Можно Вот так. Вот. Ну и дополнительно прикручивается ручечка. Вот. Вот. Вот, имеем вот такую вот маленькую лопатку. С одной стороны вот такой вот штык, с другой стороны лопатка. Вот. Все идет в вот таком вот чехольчике. Можно смело повесить на карман и взять куда-нибудь с собой в дорогу. Металл. Ну, я бы не сказал, что... Да, гнется. Смотрите. Вот. Теперь выровнять ее. В общем, металл не особо. То есть мягкий. И гнуть я вам не советую ее. Вот. Но я думаю, для рыбалки, допустим, или там снег отгорнуть из-под колеса зимой. Очень подойдет. То есть можно либо закинуть в сумку для рыболовских снастей. Вот. А можно в машину. Купил я их две штучки. Вот вторая. Покупал на GD. На GD там еще есть, по-моему, более дорогая модель. Типа более качественная. Это такая из тонкого. Я думаю, вторая модель была бы получше. В общем, но тоже неплохо все сделано. Для рыбалки или в машину подойдет. Ну, я не думаю, что там для туризма активного подойдет. Потому что она немножко гнется. Стену ее тоже не покидаешь. Потому что я думаю, что полотно лопатки сломается. То есть, ну, в деревья, знаете, как штык ножи побросают. Вот. Этот не побросаешь. Я думаю, рассыпется. Вот. Ну, вот так вот выглядят два штучки. Откладываем. Не досмотрел. Уже увидел дома. Видите, здесь торцевой стороны компас. Далее. Давайте вот посмотрим. Это оно уже раскрылось. Это я уже рассказывал в одном из предыдущих распаковок. Что у меня племянница занимается лепкой. И ей нужны были инструменты. Я ей купил разные инструменты в несколько лотов. Купил пластиковые. Уже были в предыдущем, по-моему, в предыдущей распаковке. Мега. Вот. И вот это вот металлические. С металлическими концами. Специальные инструменты для лепки. Далее перчатки из этого СБ я купил для себя. Красного цвета. Была недавно распаковка. Вот. Они мне очень понравились. Вот эти подушечки мягкие. Классные, в общем. Единственное, что у меня, по-моему, изнутри вот эти вот штуки для того, чтобы... А нет, тут нету петелек. Тут нету петелек, как у меня. У меня есть две петельки для того, чтобы можно было удобно снять перчатки. Эти меньше. Петелек таких нету. Но выглядят все так же, как и мои. Это я купил для жены. Поэтому на мою руку оно, скорее всего, не налезет. Вот. И здесь у нас сверху сеточка, видите, протянута пальцем. У меня плотнее материал сверху. Вот. Но я думаю, ей понравится. Фотографию, как оно выглядит на руках, я выложу. Или там кусочек видео. Покупал на ebay. Ссылка будет в описании. Осталось немного. Вот. СТВ и несколько вещей. Итак, это Т2 плюс поддержка IPTV. Когда я его купил, я купил его на GD. Потом хотел отменить заказ. У меня не получилось. Но уже думаю, ладно, уже, наверное, отправили. В общем, на GD, если это относится, то есть любой товар, если не относится к коллекции GD, пиши, не пиши, как в бездну. То есть никто никогда не отвечает. То есть лучше сразу писать в GD уже и разбираться с ними. Продавцам писать бесполезно. Ну и мне еще за сколько заказов я делал, еще ни разу никто не отвечал. Сейчас мы это все распакуем, посмотрим просто визуально. И я сниму отдельным видео, подключу его и попробую. Выглядит довольно-таки компактно, маленькая. То есть вот кубик рубика 5-сантиметровый, то есть компактная. Снизу решеточка. Здесь у нас есть два USB, RS-232, HDMI, IR, это, наверное, управление сюда, AV-выход, ну и антенна. Ну плюс питание. Здесь у нас вот такой вот активационный код, да, то есть здесь кодом специальная, как бы такая табличка. Здесь код для активации IPTV, то есть подписка на год. Подписка эта стоит около 20 долларов. Ну получается здесь идет вот этот бокс, как бы, да, от этой компании. И от них же идет IPTV. Там, по-моему, там, ну очень много каналов, не помню точно. Ну ссылка на штуку эту будет в описании, посмотрите, если хотите. Вот, что у нас там дальше. Дальше у нас идет Wi-Fi модуль. Вот такой вот простенький. Кстати, Wi-Fi модуль я смотрел, там они по отдельности тоже, как бы, стоят нормально такие. Сейчас цену уже не вспомню. Пульт. Ну обычный пульт, ничем такой не примечательный. Далее, это коробочка крепления, то есть, я так понимаю, куда-то можно его прикрутить и потом в нее вставить этот бокс. Да, да, вот так вот. Даже, наверное, вот так. Да, наоборот. То есть, чтобы, когда я вот так вставляем, если этой стороной вставляем, то питание западает. А вот так получается все отлично. И USB есть место и для этого, то есть, можно куда-то закрепить. Крепление вот такое вот есть в комплекте, очень интересно. Далее. Далее, это, я так понимаю, что это инфракрасный для пульта. То есть, чтобы хорошо ловило, у нас дополнительный инфракрасный. Идет двусторонний скотч. Можно его тоже приклеить куда-то. Вот, экранчик. Ну, это мы уже посмотрим потом, когда будем отдельное видео снимать и разбираться. Отдельно на все это детальненько посмотрим. Вот. Ну, идет юзер-менуал остается на английском языке. С картинками цветная такая неплохая бумага, хорошая, качественная. Вот. HDMI кабель небольшой. Не знаю, наверное, метр, может, метр двадцать. Вот. И питание. Питание у нас модель FAB 160. 12 вольт, 1 ампер. Лучше мы разберемся со всем. И потом сделаем видео уже на эту, на этот бокс. Подключим, посмотрим, протестируем его, как он работает, нравится, не нравится. Вот. Откладываем. И осталась у нас сумка. Это для макбука 13-дюймового. Вот. Так вот выглядит. Вот здесь у нас такая вот слоник с розеткой. Она под пленочкой. Вот. Такие вот красивые маркировочки. Идет кусочек ткани, для того, чтобы мы понимали, что это за ткань. Я так понимаю, ткань водеотталкивающая. Вот здесь у нас карман. Тоже вся ткань с слониками. Ну, круто сделано, конечно. Вот. И вторая на кнопочках. Вот. Здесь мягкая такая, типа замши. Ну, не замш, такая более липкая. Не липкая. Как бы такая. Ну, я не знаю, как этот материал описать. Так, я что, оторвал эту? Вот. И здесь у нас этикеточка есть внутри. Тоже элефант. Все на китайском. Так, Fabric Composition Fabric. Leaning Composition Fabric. Quality Grade. Quality Product. Типа качественный. Ну, да, действительно качественный продукт. Для ноутбука. Такая папочка. Ну, ее можно использовать не только для ноутбука, а, допустим, там для документов. Сюда блокнот положить. Сюда блокнот положить. Такая папочка. Давайте выше немножко поставлю. Вот. У меня вот такая вот так вот была коробка. Хотя по размерной таблице ихней на сайте, она должна была на меня подойти. Потому что, ну, все, все, как бы данные по таблице совпадали с моими размерами. Но куртка мне очень понравилась. Поэтому я заказал. И заказал в этот раз. Я написал продавцу. Хотел сравнить с таблицей. Да, и так далее. То есть, ну, бесполезно было продавцу писать. Потому что они не отвечают. Это тоже магазин GD. Вот. И поэтому я взял на сразу 4XL, по-моему, или 3XL. В общем, на через один размер. То есть, мне, грубо говоря, подходил один. Но взял на всякий случай еще больше. Вот. Больше, не меньше. Есть немножко вот здесь торчащих ниточек. Парочка. Материал такой приятный. Вот. Давайте я разложу. И сейчас померяем. Вот так она выглядит. Классная куртка. Очень стильно выглядит. Но, наверное, этот размер уже великоват для меня будет. Ну, будем сейчас примерять, смотреть. Вот. Я размер, получается, 4XL взял. Вот. Хотел вначале 3XL взять. А потом думает, да, опять будет на сантиметр короче. Что мне с ней делать? Лучше взять больше. Ну, и взял больше. Ну, и давайте примеряем ее. Не зря взял 4XL. Как раз рукава то, что нужно. Вот. Получается, по размерной таблице их рукава у меня получается в 2XL. То есть, должна подходить 2XL. А это 4XL. То есть, очень сильно маломерят. И тот, кто носит, допустим, 3XL, он уже на себя куртку не найдет. Потому что 4XL, по-моему, максимально. Вот. Классная куртка. Материал. Это типа ветровки. С таким материалом водоотталкивающим. То есть, весной, осенью носить. Давайте немножко поменял ракурс, чтобы было виднее. То есть, вот. Вот. Ну, мне вот так вот. Ровно. Не сдавит мне. Немножко задирается, если руки поднять. Ну, капюшон можно хоть одеть. Классная куртка. Вот. Куртка бомбовая. Есть в некоторых местах. То есть, торчащие вот такие небольшие ниточки. Вот. Ну, куртка реально классная. Материал такой. Все четко сделано. Прошито хорошо. Вот. Я уже реально жду. Не дождусь плохой погоды, чтобы ее выглазить. Гулять. Потому что сейчас жарковато для того, чтобы в ней ходить. Вот. Я, блин, доволен. Это. Главное не прогадать с размером. То есть, берите, получается, на... Если я вот так вношу у нас L, а здесь 4XL. То есть, на три размера больше надо брать. Ну, и последнее, что это костюм. Костюм я тоже взял больше, чем полагается мне. Ну, посмотрим, получится или не получится. Давайте вот так вот посмотрим. Вот это в такой теплый костюм на осень, на зиму. Смотрим материал. Утепленная она такая. То ли флиз, то ли не знаю, как этот материал называется. Но она утепленная. Вот шнурочки. В кармане такая вот нашивочка. Бонфанг фэшн какой-то. Давайте посмотрим. Смотрите, тут мех вообще какой-то. Ну, искусственный, конечно, но... Типа как начес. Давайте разложим. Вот такая вот. Карманы. Ну, давайте. Здесь я что-то не вижу. Каких-либо там ниток торчащих или что-либо. Вот здесь нужно посмотреть. Вот, да, есть одна ниточка торчащая. Но в остальном везде, как бы, вроде все отлично сделано. Вот так она выглядит внутри. Класс, это по акции было там что-то, не знаю, пару баксов. Ссылка будет на акцию в описании к видео, по которой я покупал. Может, еще продают по ней. Вот, давайте померяем. Размер XL. Я ношу у нас L размер. Совсем недавно носил M. Но потом меня разнесло. И уже ношу L, если покупать у нас. А в Китае, конечно, на 1-2 размера больше. Смотрите, подошло идеально. Рукава как нужно. Все налезло. Она реально удобная, мягенькая. Капюшончик давайте померяем. Прикольно. Прикольно. Главное теперь до холодов не располнять еще сильнее, чтобы влезть в нее. Вот, и давайте штаны померяем. Штаны подошли. Немного вот здесь у меня сейчас я на шорты и хотел. Вот, поэтому... Смотрите, прям под низ. Вот. Размер подошел. То есть, здесь я выбирал по размерной таблице и все совпало. То есть, все отлично. Длина штанины отлично села. Кофта отлично села. Реально класс. Тепленький. Карманчики вот так выглядят. Передние вот карманы вот эти вот я такие не люблю, потому что они короткие. И вот здесь нету такого захлеста, чтобы если телефон сюда положить, он выпадет просто при малейшем там изгибе движения. Да и маловат он для телефона. Вот. Такой неудобный. Но зато карманы, которые для штанов, телефон разместить можно огромный. То есть, 7-дюймовый планшет можно разместить. Хе-хе.